Друзья, есть ли у вас вопросы? Начинаем наш семинар. Мы могли бы посмотреть номер 44.5b. 44.5b. Давайте сейчас посмотрим. Значит, найти первый и второй дифференциал функции z равна z от xy. Если функция z задана вот таким вот функциональным уравнением. Значит, давайте мы к этой задаче чуть попозже подойдем. Хорошо? Я хотел бы решить задачу по очереди. Вот 44.3b. Пункт b. Никто не возражает? Вот эту задачу. Я сейчас ее решу. Хорошо. Тут тоже логарифм, арктангенс, как раз вот то, как вы, значит, спрашиваете меня. Итак, задача номер 44.3. Функция y – это функция y от x. Заданная неявно таким функциональным уравнением. Логарифм корня из x квадрат плюс y квадрат равно арктангенсу y деленное на x. Требуется найти, что там, первую, вторую, производную, функцию заданной неявным. Давайте я вам показываю некоторые приемы. Как вы можете, значит, как вы можете действовать? Вы можете составить функцию f большое от x, y равную логарифм корень из x квадрат плюс y квадрат минус арктангенсу y деленное на x. Это равно 0, исходя из этого уравнения. И просто дифференцируем данное уравнение по x, считая, точнее, не забывая, что y – это функция от x. То есть, y равно y от x. Можем пойти немножко другим путем, а именно считать производные по формуле из теоремы о существовании и дифференцируемости неявной функции. То есть, считать y штрих от x по формуле – это минус f большое штрих по x, деленное на f большое штрих по y. Когда вы ищете вот эти производные, мой курсор видно, коллеги? Да, видно. Когда вы будете считать производные вот в этой формуле, у вас уже x и y независимы друг от друга. То есть, вы просто считаете, как обычные частные производные. Давайте посмотрим. Значит, получается, что вам требуется найти вот эти вот… Ну, давайте вот вторым путем пойдем. f штрих по x равно… Ну, дефиненцируем логарифм, получаем x, деленное на… Ну, смотрите, тут получается 1 делить на корень, да, умножить на производную аргумента. То есть, это x, 2x, деленное на 2 корни. Двойки сокращаются с двойкой в знаменателе. Корни умножаются. И здесь получается x квадрат плюс y квадрат. Да, x врат плюс y квадрат. Минус производная арктангенса альфа – это 1 делить на 1 плюс альфа в квадрате. Получается, что… И умножить на производную аргумента. То есть, это будет y, точнее, даже минус y. Потому что производный алгоритм аргумента – это минус y делить на x квадрат. То есть, это будет минус y делить на x квадрат. 1 плюс y квадрат x квадрат. Это есть минус y, точнее, сейчас, секундочку. Смотрите, вот если мы умножаем x квадрат на эту скобку, здесь получается x квадрат плюс y квадрат. Минусы сокращаются, дроби складываются. И мы получаем x плюс y делить на x квадрат плюс y квадрат. Это всем понятно, да? Да, понятно. Да. Вот, совершенно аналогично. Мы считаем производную f' по y. f' по y. Ну, мы видим, что тут разница будет. Первая функция симметричная, а во второй будет разница вот в производной аргумента. И после, значит, упрощений это получается как y минус x деленное на x квадрат плюс y квадрат. Теперь, когда вы делите f' по x на f' по y, мы получаем после сокращения x квадрат плюс y квадрат, да, мы получаем, значит, x плюс y делить на x минус y. Теперь смотрите. Для того, чтобы найти вторую производную y' по xx и просто y' вы можете либо продифференцировать вот эту формулу вот формула, которая вот была вот здесь. Вот эту формулу. Продифференцировать по x. Ну, я вам... Ну, получить такую здоровую, знаете, такое здоровое-здоровое выражение, куда входят вот эти вот f' по x, там xx, f' и много других. Вот. Но я вам не советую идти таким путем. Я вам советую либо дифференцировать по x второй раз выражение для функции f, либо, что, наверное, в этом случае более оптимально, это еще раз продифференцировать... Ну, не еще раз, а просто продифференцировать дифференцировать вот эту дробь. x плюс y деленная на x минус y штрих. Так, давайте смотреть, что здесь получается. Здесь получается, ну, как обычно, формула производная частного. Здесь мы имеем x минус y в квадрате. Здесь производная числителя это 1 плюс y штрих. Я тебе буду y штрих, а не y штрих от x писать. Умножить на x минус y минус x плюс y умножить на 1 минус y штрих. Так, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, вы мне их задавайте параллельно. Потому что, конечно, ну, чтобы я сразу на них отвечал. Потому что мне тяжело понимать, что понятно, что не очень понятно. Так, смотрите, давайте. 1 плюс y штрих это будет x минус y плюс x плюс y это будет 2x 2x на x минус y умножить на x минус y вот давайте, друзья, мы не будем сейчас пока сокращать вот этот числитель x минус y ну, поймете чуть попозже. минус здесь мы умножаем x плюс y на 1 минус y штрих давайте посчитаем. Это будет x минус y минус x минус y получаем минус 2y минус 2y делить на x минус y так секунду x минус y в квадрате вот давайте все это домножим числитель на x минус y и что у нас получается у нас получается здесь x минус y в квадрате в кубе, простите здесь 2x на x минус y это 2x квадрат минус 2x y плюс 2x y плюс 2y квадрат то есть это 2 x квадрат плюс y квадрат деленное на x минус y в кубе вот это ответ на данную задачу ну я вам советую то же самое проделать и другими способами ну я думаю на этом мы можем сейчас остановиться итак вторая задача которая хотел к вам с вами сегодня проделать это номер 44.4 b найти вторую производную y2' в точке 0 функции y заданы неявно уравнением вот этим 2y плюс xy куб плюс 2 e в степени x равно 0 и удовлетворяющие условия y от 0 равно минус 1 так коллеги я еще раз вам напоминаю зачем здесь нужно вот это дополнительное условие y от 0 равно минус 1 дело в том что из этого уравнения выразить y через x явно достаточно проблематично требуется решить как вы видите уравнение третьей степени и для того чтобы это не нужно было делать у нас же как вы помните в выражение для производных функции y y' от x y' 2' от x вот там входит y поэтому для того чтобы найти эти производные значения этих производных требуется знать значение самой функции в точке 0 ну давайте будем решать эту задачу а потом уже пойдем к следующим задачам итак задача номер 44.4 пункт b найти значение второй производной функции y заодно давайте я сразу же буду писать f от x y равно 2y плюс xy куб плюс 2e в степени x равно 0 y от 0 равно минус 1 требуется найти y 2' в точке 0 чему это равно так понятно да коллеги понятно да да так хорошо ну давайте значит для того чтобы найти y2 от 0 нам требуется два раза продифференцировать вот это вот равенство для функции f давайте будем заниматься этим f штрих равно 2y штрих плюс мы дифференцируем по x y куб плюс 3x y квадрат на y штрих это всем понятно да плюс 2e в степени x и это все равно 0 откуда y штрих может быть найден просто вот решая это алгебраическое уравнение y штрих равно минус 2e в степени x плюс y куб разделить на 2 плюс 3x y квадрат откуда y штрих в точке 0 это есть минус так значит в нуле мы получаем здесь единицу то есть 2 а здесь мы прибавляем минус 1 то есть получаем 2 минус 1 то есть 1 делить на 2 равно минус 1 2 то есть производная функции y в точке 0 равняется минус 1 минус 1 2 так давайте найдем вторую производную это выражение по x x x уже 2y 2 штриха плюс 3y квадрат на y штрих плюс 3y квадрат y штрих это я по x продифференцировал плюс 6xy на y штрих в квадрате да так проверяйте пожалуйста коллеги да вроде так 6xy на y штрих в квадрате да плюс теперь дифференцируем y штрих так сейчас нас выгонят теперь дифференцируем y штрих получаем 3x y квадрат на y 2 штриха плюс 2 e в степени x равно нулю откуда y 2 штриха равно так так ну я сразу же знаменатель запишу потому что чуть-чуть проще тут будет 2 плюс 3x так минус во-первых здесь пишем 3x y квадрат 3x y квадрат здесь мы пишем 3 давайте вот это плюс это это будет 6y квадрат у' y штриха плюс 6x y y y штриха в квадрате так все это видят 6x y y штрих квадрат откуда y y 2 штриха равно там еще плюс 2 e в степени x а да пардон 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 плюс 2 e в степени x откуда получаем y 2 штриха в точке 0 равно, ну давайте посмотрим это у вас будет значит равняться чему? 3, да? Минус 3 точнее Минус 3 это 0 плюс 2 то есть минус 1 деленное на 2 и все это с минусом А там разве не 0? Первое складываемое там же у в точке 0 это минус 1, 2 А, все, все, все я извиняюсь Сейчас, у в квадрат это будет минус 1 Все, я думала у нас у 0 минус 1 точно, я забыла Нет, у от 0 это плюс 1 Все, спасибо у от 0 это 1, 2 вот это вот правильно Мы минус взяли, можешь сказать Что, что взяли? Минус взяли Вот, у было слегка, х равно минус Минус, а минус он вот вот здесь Ну потому что мы, решая это вот уравнение мы же переносим это все направо со знаком минус Это минус не от, не, не, ничего страшного, спасибо за вопрос Это минус не вот в той вот формуле, как здесь А это просто банальный минус От переноса От переноса От переноса, да От решения уже алгебрического x деленное на z равно логарифм z деленное на y плюс 1 Найти первое и второе дифференциалы вот этой функции Номер 44.5b Можете мне продиктовать какое там уравнение? x делить на z x делить на z, да Равно Натуральным алгарифм z делить на y z делить на y, да Плюс 1 Плюс 1 это вне алгарифма, да? Вне Спасибо Вот так вот, да? То есть найти d2z Ну, давайте попробуем решить Так, друзья, какие есть предложения? Все перекинуть в левую сторону и приколнять к нулю И не найти Да, то есть давайте вначале мы напишем функцию f большое от x, y, z Это x деленное на z Это x деленное на z минус логарифм z деленное на y минус 1, да минус 1 равно 0 Так, и давайте теперь будем искать дифференциалы Это выражение df равно Так, давайте Помогайте z dx z dx z делить на z квадрат z делить на z квадрат Вот это правильно, да? Угу Минус dz делить на z dz делить на z dz делить на z Это вы так быстро посчитали? Это производная, да? А, нет, y делить на z умножить на y dz минус z y делить на y квадрат Ну, давайте аккуратно посчитаем, да? y деленное на z умножить на что? y dz минус z dy y dz минус z dy y dz минус z dy z делить на y квадрат делить на y квадрат делить на y квадрат Вот эти y сокращаются, да? Так? Да Получается Давайте мы вот тут сложим эти две дроби Тут получается z dx минус x dz деленное на z квадрат минус Давайте тоже на нет, сейчас на z можно не умножать zy а тут y dz минус z dy Так, кто-нибудь посчитал? Правильно я вот это я пишу здесь Да, правильно Угу Так, и это все равно нулю Это все равно нулю Можно на z получать Ну, смотрите вот эту дробь мы перебрасываем сюда со знаком плюс Домножаем на z и выражаем dz через dx и dy Давайте я напишу У меня получается вот такое dz равно так Так, кто посчитал проверяйте, пожалуйста z умножить на y dx плюс z dy вот это да плюс z dy y деленное на y y x плюс z вот так, да? Да Ага, правильно, хорошо теперь давайте попробуем найти d2z для этого можно либо еще раз продифференцировать вот это выражение для f то есть df либо наверное это будет здесь более эффективно дифференцировать dz то есть давайте напишем другим цветом d2z равно d вот dz равно d вот вот этой вот большого выражения zy dx плюс z квадрат dy деленное на y на x плюс z Так, коллеги ну вы пожалуйста может быть это вы без меня все-таки продифференцируете это достаточно утомительно как мне кажется здесь y квадрат dx плюс z в квадрате здесь получается y dz dx плюс плюс dy dx плюс 2z так плюс 2z dz dy так проверяйте пожалуйста это правильно вот теперь вот теперь сюда мы еще должны подставить вместо dz вот это выражение и так только мы тут да вот это выражение и вот только тогда посчитать d2z давайте я вам просто ответ напишу сейчас ответом будет являться минус дробь z квадрат на на y dx минус x dy все это в квадрате деленный на y квадрат умножить на x плюс z в кубе так понятно да кто меня спрашивал эту задачу да настя вы спрашивали да спасибо все давайте значит эту задачу мы решили давайте едем дальше 44.6 я обещал сегодня решить много задач на неявные функции и так 44.6 44.6 найдите первый и второй дифференциалы в точке а в данном случае точка а это точка с координатами 1 1 1 найти первое и второе дифференциалы функция z равная z от xy задна неявно вот этим уравнением пи на 4 плюс z минус x квадрат пополам минус ирик квадрат пополам минус архтангель z равно нулю ну давайте вот это мы сейчас с вами попробуем решить так только ну давайте вроде бы место тут еще должно хватить так это номер 44.6 44.6 пункт b пи на 4 плюс z минус x квадрат пополам минус у квадрат пополам минус архтангенс z равно нулю в точке а с координатами 1 1 1 давайте попробуем решить вот это уравнение мы вот это все обозначаем за функцию f от x y z и будем дифференцировать ее так а всем понятно да коллеги да 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 df равно ну тут легко производная pin 4 это 0 производная z дифференциал z это dz минус тут мы имеем x dx минус y dy вот тут чуть чуть посложнее мы имеем минус dz делить на 1 плюс z квадрат но все равно просто все это равно нулю потому что функция f большое это тождественной 0 все все из этого алгебраического уравнения мы легко находим с вами dz можно даже знаете как сделать можно вот прямо здесь поставить вместо x а единицу вместо r к единицу вместо z тоже единицу и мы получаем здесь минус dx минус dy переносим направо dx плюс dy равно dz минус dz пополам то есть мы имеем что dz равно одна вторая dz равно dx плюс dy то есть dz равно 2dx плюс 2dy dy это значение дифференциала в точке а понятное дело так понятно да теперь просто не отходя далеко от этого мы получаем что d 2f это есть d 2z минус dx квадрат минус dy квадрат минус дифференцируем частное получаем d 2z на 1 плюс z в квадрате минус 2z dz квадрате смотрите получается dz умножить на дифференциал знаменателя дифференциал знаменателя это 2z dz получаем 2z на dz в квадрате 2z на dz в квадрате делить на 1 плюс z в квадрате и все это в квадрате вот так всем понятно да понятно следовательно d 2z в точке а ну кладем эти все переменные за единицу x и y у нас уже нету а z мы кладем равной единице выражаем тут получается 1 1 плюс 1 в квадрате 4 значит d2z равно 2 dx в квадрате плюс 2 dy в квадрате минус dz в квадрате вот dz в квадрате тут мы должны подставить подставить выражение для dz в точке а и получить вот что минус 2 dx в квадрате минус 2 dx в квадрате минус 2 dy в квадрате это будет 4 dx квадрат плюс 8 dx dy плюс 4 dy квадрате со знаком минус 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 2 минус 2 минус 8 dy вот это выражение для второго дифференциала функции z в точке а с координатами 1 1 так понятно студенты да сейчас можно посмотреть давайте конечно смотрите смотрите а вот этот переход где вы подставили а можно поподробнее пожалуйста d квадрат ну давайте хорошо d2 только не d квадрат z а d2 z значит смотрите мы подставляем здесь вместо z единицу единицу а вместо dz вот это dz квадрат и того получается эээ так 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 d ну тут считать нужно аккуратно d2z вот это 0 вот d2f это 0 0 равно d2z минус dx квадрат минус dy квадрат минус здесь мы имеем здесь мы имеем 2d 2z минус 2 dz в квадрате так правильно да значит двойка сокращается тут 2 здесь двойка сокращается и получается ну при этом все заносим в левую часть получаем dx квадрат получаем плюс dy квадрат умноженное на 2 минус dz квадрат так все это видим да минус минус dz квадрат и все это равно 2d2z минус d2z то есть d2z так понятно ну вот а потом просто вместо dz подставляем вот это выражение и получаем правильный ответ все теперь понятно да хорошо спасибо за вопрос 44.7 ну давайте 44.7 мы ни одной задачи не решали в прошлый раз из этого номера давайте какой вы хотите номер b b ну давайте номер 44.7 пункт b продиктуйте пожалуйста у меня на руках его нету x плюс y плюс l а равно e в степени z равно e в степени z значит z это функция от x y и требуется найти все частные производные z штрих по x z штрих по y z 2 штриха по x x z 2 штриха по x y и z 2 штриха по x y и z 2 штриха по y y равно 0 так ну смотрите значит как можно найти эти частные производные либо можно использовать формулы из вот теоремы о существовании и дифференцировании неявной функции то есть z штрих по x это минус f штрих по x деленное f штрих по z z штрих по y это минус f штрих по y деленное на f штрих по z вот здесь когда вы ищете вот эти вот производные f большой штрих по x штрих по y штрих по z то вы считаете z просто независимой переменной либо вы можете найти например производную f штрих по x ну давайте просто f штрих дифференцируем по x уже считая z функция от x y f штрих ну как хотите первый способ или второй давайте вторым попробуем первый простой первый простой вы просто считаете банальные эти частные производные но это это удобно для производных первого порядка для производных второго порядка уже так хорошо не получится потому что там вот такие огромные формулы для частных производных получается если вы вот это выражение продифференцируете я никому это не рекомендую значит f штрих равно e в степени z знаете по x мы пока продифференцируем e в степени z умножить на z штрих по x минус 1 минус z штрих по x так это равно 0 выражаем z штрих по x отсюда z штрих по x равно 1 деленное на e в степени z минус 1 так друзья да так вы можете вместо e в степени z подставить вот x плюс z который стоит аналогично считаем f штрих по y это будет e в степени z на z штрих по y а кстати говоря мы же можем воспользоваться тем что данное выражение симметрично относительно x и z штрих по y мы сразу можем найти это что такое будет также 1 делить на e в степени z минус 1 отлично давайте здесь мы напишем многоточие или даже зачеркнем хорошо давайте найдем вторые производные я думаю значит что проще написать что это наверное проще вот так 1 делить на x плюс y плюс z минус 1 или вот так ну ладно неважно давайте значит напишем z 2 штриха по xx это будет z штрих по x штрих по x штрих по x равно 1 деленное на e в степени z минус 1 штрих по x это равно чему так коллеги минус e в степени z на z штрих по x да и знаменатель e в степени z минус 1 квадрат отлично 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 вместо z штрих по x мы должны поставить вот это выражение и получаем минус так, e в степени z минус 1 проваливается в знаменатель здесь получается e в степени z минус 1 в кубе а здесь мы имеем e в степени z так, правильно ли, что ты обсчитался? да, вроде бы так правильно, да? правильно, да? ответ можно так оставить, да? ответ, ну да, конечно можно так, естественно точно так же находится z два штриха по x, y это будет z штрих по x штрих по y и z два штриха по y это будет вот это z штрих по y деленное производное по y ну, найдите, пожалуйста они же все равны между собой 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 да, скорее всего это будет минус e в степени z делить на e в степени z минус 1 в кубе хорошо итак, следующая задача 44.9 для функции z это функция z от xy от переменных xy найдите второй дифференциал d2z если z задано в виде такого функционального уравнения неявного f большое это некоторая неизвестная для нас функция от переменных xy и это равно нулю где, ну знаете, первое xy это функция x плюс z а это это функция y плюс z 44.9 так f от xy это равно нулю z это функция от xy xy это x плюс z а это это y плюс z так всем понятно давайте решить задачу значит df найдем а требуется найти d d2z d2z ну найдем первый дифференциал df df это что такое xy 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 нет нет только не так dx плюс dz d d это d это d это d y плюс dz понятно, да? dx это dx плюс dz а d это d y плюс dz ну ну давайте ну давайте это все подставим сюда получаем f штрих по xy умножить на dx плюс dz плюс f штрих по это на d y плюс dz и все это равно нулю давайте мы это обозначим звездочкой и вот из этого уравнения можно уже выразить dz через dx dy f штрих по xy и f штрих по это давайте теперь найдем второй дифференциал d функции f d2f равно давайте f два штриха по xy xy dx в квадрате ну можно было сразу написать dx плюс dz в квадрате давайте подробно напишем плюс два f два штриха по xy это dx d это плюс f два штриха по xy по xy это d это в квадрате плюс что дальше f штрих по xy dx в квадрате только нет dx в квадрате d2x d2x извиняюсь d2x плюс f штриха d2x 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 вот это все равно нулю давайте я тут напишу где-нибудь что это все равно нулю но мы просто будем сейчас преобразовывать вот это выражение равно f2x по xy xy умножить на dx плюс dz в квадрате плюс 2 f2 штриха по xy это dx плюс dz на dy плюс dz плюс плюс f2 штриха по это это умножить на dy плюс dz в квадрате и плюс вот эти вот два слагаемые значит чему равно d2x и d2 это коллеги d2x и d2 это d2z в квадрате d2x и d2z не 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 деференциал dx это 0 d2z вот оба этих деференциала вот смотрите вот этот деференциал и вот этот деференциал оба равны и равны d2z то есть мы здесь имеем выражение давайте в скобке напишем f штрих по кси плюс f штрих по это умножить на d2 кси так все это видят да d2z нет d2z простите d2z извините а почему 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 d2z да что-то не понял ну смотрите d2z d2z это dx плюс dz дифференцируем его еще раз а окей все тогда понятно да вот смотрите следовательно d2z можно выразить из вот этого уравнения всего и это мы получаем d2z равно pardon а минус ну просто из этого уравнения 1 делить на f штрих по кси плюс f штрих по это умножается умножается на f штрих по кси кси так вот надо бы вот эти конечно выразить вычислить dx плюс dz а мы еще dz пока не нашли даже да так давайте я пока вот так вот шумного точия а здесь будем искать dz d2z во первых dz легко находится из вот этого уравнения звездочка звездочка из уравнения звездочки вытекает что dz равно чему минус f штрих по кси на dx плюс f штрих по это на dy деленное на f штрих по кси плюс f штрих по это видите следовательно dz плюс dx ну это dx дз плюс dx вот который здесь везде стоит dz плюс dx равно значит вместо dz подставляем вот это и получаем я буду окончательный результат писать f штрих по это на dx минус dy деленное деленное на f штрих по кси плюс f штрих по это dy плюс dz это минус f штрих по кси на dx минус dy деленное деленное на f штрих по кси плюс f штрих по это ну вот друзья и все вот это мы поставляем сюда вот наше выражение и получается для d2z вот мы сюда перейдем я записывал окончательный ответ у меня он посчитан dx минус dy в квадрате так в целом техника понятна коллеги да да понятно да просто очень аккуратно надо проделывать аккуратно дифференцировать ничего не забыть тут это все достигается только с практикой потому что иначе это вы ничего не получите только нужно просто считать считать это очень важно и в дальнейшем эти вычисления они часто бывают полезны f2 штриха по кси кси умножить на f штрих по это в квадрате минус 2 f2 штриха по кси это f штрих по это f штрих по кси плюс f2 штриха по это это на f штрих по кси в квадрате так номер 44 точка 12 система x u минус y v равно нулю y u плюс x v равно единице так дифференцируем оба этих выражения значит смотрите студенты тут могут быть разные подходы можно например продифференцировать оба этих уравнения по иксу ну не забывай что функции u и v это функции o от x y потом продифференцировать оба этих выражения по y получить систему уже относительно неизвестных u штрих по y и v штрих по y и решить ее так это понятно понятно вот этот подход да и потом решайте систему сейчас я вам покажу немножко другой подход связанный с дифференцированием давайте напишем дифференцируем 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 удх плюс xdu минус vdy минус ydv равно нулю здесь здесь уд плюс ydu плюс v dx плюс x dv равно нулю так просто продифференцировали так просто продифференцировали теперь давайте ydu ydu ну где вот здесь у y все я понял да опечатка простите и с и и xdu и и и Минус YDV равно VDY минус UDX YDU плюс XDV равно минус VDX минус UDY. То есть я сгруппировал все, что касается DU и DV слева, а все остальное правая часть справа. Теперь смотрите. Мы домножаем первое уравнение на Y, а второе уравнение умножаем на X. Что получается? Получается, и давайте вычтем одно из другого. Смотрите, у нас получается тут XYDU, а тут XYDU тоже. Здесь минус Y2DV, здесь плюс X2DV. То есть получаем, что после вот этого выражения, после этого преобразования, мы получаем минус Y2 плюс X2DV. ДУ сокрасились, равно VYDY минус UYDX плюс VXDX плюс, да? И плюс UXDY. Так видите, легко мы выражаем сразу DV. отсюда мы получаем моментально, что DV равно дроби знаменателе X2 плюс Y2. В результат в числителе UY минус VXDX плюс минус VY минус XUDY. Вот. А теперь посмотрите, почему я вот так записал. Потому что что такое коэффициент перед DX в выражении для DV? Производная. Производная. Производная какая? Случайно не частная? Ну, конечно, частная. Инвариантность в форме первого дифференциала. DV это есть. Если V это функция от XY, то значит DV это у вас V' по X на DX, плюс V' по Y на DY. Следовательно, коэффициент перед DX это не что иное, как V' по X. Так видите, да? А коэффициент при DY это не что иное, как V' по Y. И сразу же мы моментально получаем выражение для частных производных V' по X. V' по X это есть UY минус VX делить на X квадрат плюс Y квадрат. V' по Y это минус VY плюс UX деленное на X квадрат плюс Y квадрат. Вот такая вот красивая и элегантная штука. Даже в таком сложной теме, как эта, все это возможно. Так понятно, друзья? Да. Дифференциал DU он легко находится. Как? Ну, вы домножаете это на... Значит, чтобы DV сократилось. Это вы на X умножаете первое уравнение. Второе вы умножаете на Y и складываете. Понимаете, да? Вот, и складываете. DU у вас будет равняться... Я сейчас напишу выражение для него. Минус UX плюс VY на DX плюс VX плюс UY на DY деленное на X квадрат плюс Y квадрат. Вот. Значит, это у вас... У штрих по X. А вот это... У штрих по Y. Все. Задача решена. Итак, следующая задача 44.15. Итак, номер 44.15. Итак, вот система. Z равно альфа X плюс Y деленное на альфа плюс F от альфа. 0 равно X минус Y деленное на альфа квадрат плюс F штрих от альфа. Ну и смотрите. Доказательства. Задача достаточно простая, поэтому давайте ее быстро решим. Z штрих по X равно альфа штрих по X на X плюс альфа минус Y на альфа в квадрате альфа штрих по X плюс F штрих по X. Ну или просто F штрих по альфа умножить на альфа штрих по X. Давайте альфа штрих по X вынесем за скобки альфа штрих по X. А в скобках чудесным образом получается вот именно вот это выражение. то есть X минус Y делить на альфа в квадрате плюс F штрих от альфа и плюс альфа. это ноль. Это ноль. Мы получаем это равно альфа. Аналогично. З штрих по Y равно альфа штрих по Y умножить на X плюс 1 делить на альфа плюс Так, тут, наверное, минус все-таки. Минус Y делить на альфа в квадрате на альфа штрих от Y плюс F штрих по... Ну, F штрих вот тут вот я плохо написал. Это просто производная функция F. F. Ну, производная сложная функция. Это F штрих по альфа. F штрих от альфа на альфа штрих от Y. Это и есть альфа штрих по Y умножить на X минус Y квадрат на альфа квадрат плюс F штрих от альфа плюс единица на альфа. Так как это ноль, то мы получаем единицу на альфа. Откуда, коллеги, произведение Z штрих по X на Z штрих по Y действительно равно единице? Что это требовалось доказать? Ольфа штрих по Паузу. Продолжение следует...